Есть три стадии. Это дебют, дальше, митиншпи, середина игры и ншпи, конец игры. Ну, иногда скажут, а сколько ходов дебют, сколько ходов митиншпи, сколько ходов эшпи? Ну, это сказать невозможно, потому что это такое условное разделение. Особенно с различием компьютеров. Сейчас бывают позиции, которые, допустим, считались дебютными, а сейчас для компьютера, они так глубоко исследуются, что до самого эшпи доходит дело. Ну, и как эту позицию считать? С одной стороны, позиции фигур осталось уже мало, эшпи, а с другой стороны, компьютер довел дело до этой позиции, значит, из дебюта он анализировал, анализировал дебют и довел дело до самого конца. То есть, с другой стороны, это эшпи. То есть, дебют, то эшпи. Но, тем не менее, условное разделение существует, и вы знаете, что существуют книжки, отдельно посвященные дебюту, отдельно посвященные митиншпи. Середина митиншпи или середина игры, синонимы. И отдельно эшпи. То есть, три стадии, и про каждую написано много-много книжек. Отдельно изучается, допустим, пешечное окончание. Окончание, если возьмем окончание, как это существует? Вы знаете? Значит, существует, оказывается, пешечное. Только пешечное, больше ничего нет в доске. Существуют шерзовые. Допустим, на одной стороне ферзи несколько пешут, а на другой стороне ферзь несколько пешут. Существуют ладейные. Ладьяные несколько пешут, подславия несколько пешут. Существует слоновые, существуют фуневые. Существует смешные окончания, которые разные, разнообразные, например. И вот по каждой из этих игруэнчиков существует много литературы, и все это исследуется. И компьютеры сейчас исследуют, это целая наука, так сказать, опасно, что я. Но особенно, конечно, измечают шахматисты, как вы понимаете, дебют, потому что парк начинается с дебюта, и если вы плохо играете в начале, то вы быстро проигрываете, а если у вас красиво плохо играет, то вы быстро выигрываете. И поэтому все, даже гроссмейстеры, даже в первенстве мира готовятся, все тщательнее всего измечают дебют. Вот поэтому самое, конечно, опасное место – это дебюта, который одарится, чтобы играть в шахматисты. Если дебют проиграл тут фигуру, то... Ну да, потом можно играть, а потом фигуру, а потом тебе выбрать сложно очень. Можно проиграть фигуру, можно проиграть просто, получить плохую позицию, можно попасть под атаку. Кто-нибудь знает название дебютов? Я знаю дебют четырех дней. Да, но на самом деле дебюты делятся на какие группы? Холоденья, Холоденья. Нет, дебюты у нас делятся в шахматах на три группы. Первая группа – это дебюты, которые начинаются ходами Е2, Е4 и Е7, Е5. Вот все дебюты, которые отсюда дальше развиваются, здесь еще много. Дебют четырех коней, ты имеешь в виду вот такой дебют. Да. Конь С3, конь С3, конь С6. Это дебют четырех коней. Но здесь на самом деле дебют двух коней, дебют трех коней, есть и испанская партия, есть много, там десятка-два дебютов. Но они все открыты, потому что начинаются ходами Е2, Е4 и Е7, Е5. Теперь какие еще есть дебюты? Следующие конкретные. Нет, это название конкретное, я сейчас говорю про группу. Следующая группа дебютов – это полуоткрытая. Это когда начинается ходами. Было открыто, это когда белый начинает ходом от короля на два поля, Е2, Е4. Вы понимаете, если я говорю Е2, Е4, я называю исходное поле и конечное поле, Е2, Е4. А шахматисты, конечно, опытные, они никогда не говорят оба поля конечные и начальник конечные. Они просто говорят Е4, но предполагают, что понятно, откуда он пришел. А если он непонятно, откуда он пришел, вот, например, вот если конь… Вот я пошел так, как вы скажете, какой ход? Конь Е4. Конь Е4. Но на самом деле это будет неправильно. Вот если такая поица стоит и написано, что гены сыграли конь Е4, непонятно, какой ход они сделали. Он мог пойти, прыгнуть из этого, поле этого, этого, из всего, из России болей. Поэтому, как говорят, вот про этот ход, говорят, какой-нибудь Е3, Е4. Ну, мы можем сказать, тогда будет понятно, что он пришел отсюда, да? Или вот если так сделано, какой-нибудь Е3, Е4. А если сокращенно говорить, какой-нибудь Е4, то есть в линии Е4, по линии на линии Е. Но в целом, если, допустим, поговорим в партии, мы разыгрываем партию и написано по Е4, то там всегда понятно, что он должен расшифроваться, какой ход пришел. Вот, значит, мы не договорились. Значит, полуоткрытый дебют – это едва Е4, а чайные могут сделать другой ход. И в Ц-76 защита Каракан. В Ц-75 – сицилианская защита. В Ц-76 – защита Пельцева-Финцева. Помнишь, в Ц-86 – защита Алюкина. В Ц-75 – скандинавская защита. Слышали про эти дебюты? Нет. Нет. Ну, вот вы можете знать, что если не Е4, а чёрные отвечают как угодно, но только не Е7 и Е5, то это получается полуоткрытый дебют. Теперь представьте себе, что белые не играют Е2 и Е4. Так ведь дебюты как называются? Полуоткрытый. Нет, так полуоткрытый дебют 4 и ответ не Е5. Как? Открытый дебют 4 и Е5. А вот если белые закрытые. Цветые категории дебютов. Третье получается, что если белые не играют Е2 и Е4, а просто делают ход D2, D4, C4, К3 и любой другой ход, то это называется закрытый дебют. Но в принципе это не очень справедливо. Почему? И почему так образовалось? Потому что в основном шахматная теория развивалась в 18-19 веках. И тогда все играли, самый сравненный ответ, начало было Е2 и Е4 и Е7 и Е5. А ходы, которые там не играют Е4 и Е5, они считаются ходом второго сорта. И как бы они разделяли, и поэтому назвали закрытыми. Но я, например, в своих книжках ввел такой термин полузакрытые дебюты. То есть когда белые играют D4 и черные играют D5, это закрытые дебюты. А если черные не играют D5, а играют с коней F6, это полузакрытые дебюты. Ну это там получается, вы наверно таки слышали, защита Греофиды и староиндейская защита. Не будем так уже пока глубоко и дряться. А если D7 и D5, то это получается ферзи, гамбит, славянская защита и многие многие другие дебюты. Но, тем не менее, в таких ущербниках классических, все дебюты называются закрытыми. Ну я их разделяю, чтобы было равномерно. Открытые было открытые и закрытые было закрытые, чтобы было частное распределение. А сами названия, это мы с вами отдельно, если вам интересно, мы потом посмотрим, просто какие ваши существуют дебюты, такие главные. И открытые, и закрытые, и полузакрытые, и главные существуют. Катастрофа на старте. То есть это такие случаи, где очень быстро все решилось из-за какой-то грубой ошибки. Такие самые знаменитые и необычные примеры. Вот первая партия, она сыграна больше, чем 250 лет назад. В Париж, в 1750-й год, белым играл такой шахматист по фамилии Леган. Мы изучали, мы изучали. Мы изучали, у вас Леган. Д4, Е5, конь Ф3, Д6, С4, С4. Это у нас еще дефилитура здесь получилась. И черные сыграли плохо, С4. Ну, они вроде бы хороший ход. Слон связал коня. Конь Ф3. И какой здесь ход? Конь Ф3. А кто еще скажет? Конь Ф3. Правильно. Есть такой ход. Конь Ф3. Конь Ф3. И белые что? Жертвы с нельзя. А, я не знаю, что нельзя будет. А, нет, нет, извините. Я еще... Мы же еще один ход не сделали. А, ну... Нет, пока еще рано. Белые сыграли конь Ф3, а вот черные сыграли уже 6. Ну, они могли сыграть, я 6 только так же проигрывал. Ну, допустим, уже 6. Вот теперь Комбит Ги-5 прибавляет. Значит, в чем вы делали? Комбит Ги-5? Я Христалл, еще не я потерял. Но если черные берут коня, то просто бежут слона и остается лишняя пешка. Они будут, говорит, пешка в самом дебюте, но... Все, конечно, равносильно в выигранной позиции, хотя все надо играть и играть, чтобы выиграть. Но... Меды жертвы по жертву и фидео 100 метров до 1, Продоследие 100 метров до 7 и шага. Комбит Ги-5. Это называется мат легари. Вы знаете? Нет. Да, я перепутал. Мат джио это был испанский факт. Нет, это возможно в самых разных партиях, но здесь самый правый гибрид. Вот сейчас еще несколько примеров приведу, что это встречается в многих вариантах. Но мат легари надо знать, конечно, любой шагматист, и начинающий, и не начинающий, знает мат легари. Вот я говорю, он встречается в многих вариантов. Вот еще два примера. И4, И5. Конь C3, конь C6. Это уже другой гибрид. Конь C3, черный сыгранин D6. Конь C4. Конь C4. О, 0-0. Трапировка, она обозначается 0-0. А длинная трапировка не наберла. 0-0. Теперь черные обрабливаются то, что конь здесь связан. Сыграли конь D4. Кажется, что получают преимущество. И здесь как-то надо играть. В чем этот ход плохой? Из-за того, что power post-5. Понятно, да? Если черные берут коня, то после ферри беже 4 неплохая позиция. А если они берут ферзя, то следует, уже известная знакомая нам сломбитых 7 шаг. Второй е7, пленый 5. Опять мы отлегали. То есть, жертвуется ферзь, скрывается диагональ, сломбитых ферзя и в ответ получает мат. Никто из вас такого мат не получал? Никогда? Повезло. Повезло. Обычно в начале, когда вы учите шаг можно играть, часто получают. А какой, кстати, самый быстрый мат? А что такое детская матка? Вы знаете? Матка с 3 года. Матка с 3 года. Это матка, слоном и ферзя. Чаще всего, на самом начале, когда люди учатся, либо сами дают матки, либо им дают детский мат. Что такое детский мат? Е4, Е5, допустим. Слон С4, конь С6. Теперь белые играют ферзя 3 или ферзя H5. И черные, допустим, хотят прогнать ферзя. И в ответ, что? Ферз F7. Ферз F7 мат. Вот. И черный, который у них проходил, то они поэту вот это мат. Это называется детский мат, 4 хода. А на самом деле... А мне как раз он в 3 хода. А на самом деле, какой же самый короткий мат? Поскольку короткий? В 3 хода. В 2 хода. В 3, в 2 хода. В 2 хода кто может поставить? Белые. Белые. В, белые, белые не могут как раз. В 4 хода. Это мой короткий самый короткий мат, конечно, так и редко, сложно связано. Здесь нужно будет совсем плохо играть, чтобы получить мат. Это у нас раз, черные играют не Kai Каев, а в 불web, и 6 все равно. Белые играют 2 group G, и получается占 series 4 мат. МатУ охота, но он существует только в черном блокcast. Понятно, что это мат? Да. Ферзь напал на короля, а ходить к королю не ходит и поставить между ферзем и королем или их играть. То есть на 2 или 3 никакой фигуры пойти не может, поэтому это мат. Но это такой, конечно, шуточный мат, и он на практике не встречается. Это два тагнитуранских хода сделать в 3 или 4. Кто-то плохо играет, а он голову не придет. А белый такой же мат могут поставить только в 3 хода. Допустим, не 4, не в 5, а левый в 6, в конец 3, и G5, и G5, и G5 мат. Вот это самый короткий мат в 3 хода. Белый ставит, а черный, а значит, могут поставить мат в 2 хода. Но я говорю, что такие маты не существуют. Одесские маты чаще всего лишь рядом. То есть, знаете, поля очень уязвимые. Более 7 у черного короля и более 2 у белого. Уязвимые поля, которые попадают в слон. Ну, допустим, Е4, Е5. Путь С3, слон С5. Допустим, ну, допустим, H3. Ферзь H4. Черный хотят прогнать. А белый хотят прогнать. Ферзь H4 и получают мат. Вот такой же детский мат. Да и черный мат. Понятно, что мат, да? Вот эти поля вообще, H2 и H7, они очень уязвимые. Особенно начинающих матистов. Продолжение следует. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова